шалом здравствуйте всем сегодня мы будем обсуждать я бы сказал нашу встречу личная встреча наша и наша национальная встреча нашего народа с богом с богом мы можем встречать встречаться на разных уровнях и в разных ситуациях и давайте посмотрим через нашу недельную главу которая рассказывает нам о том как весь наш народ встретился с богом напрямую без никаких посредников это в принципе то что отличается наша религия от всех остальных религий тем то что мы не то что не доверяем посредникам которые пытаются что-то рассказать от имени бога а мы хотим это увидеть собственными нашими глазами потому что есть большая разница между тем то что ты слышишь чего-то от авторитетного человека и ты ему доверяешь конечно и безусловно это очень важно то что он тебе говорит но это совсем разное когда ты видишь это своими глазами своими глазами да потому что авторитетный человек когда тебе говорит ты ну ты не не то что ты сомневаешься есть какая-то доля может быть может быть там самая маленькая доля какого-то сомнения а когда ты видишь это своими глазами ты это так это совсем что-то другое это например как дают пример например судья 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 которые принимают решение для того чтобы казнить убить какого-то убийцу а как они принимают это решение это решение принимается поскольку пришли свидетели два свидетеля как принято в и рассказывают нам что вот этот он убийца судья конечно допрашивают свидетелей и приходит к выводу и они доверяют этим свидетелям и казнят этого человека которые они подозревают но если спросите судей вот эти судья уверены они сто процентов что он убийца конечно нет потому что как мы можем быть уверены мы же этого не видели сами но мы доверяем этим свидетелям ты тем не менее это очень важно что есть свидетели и эти свидетели они причиняют мы вывести вот этот приговор и убить казнить того подозреваем так кого подозреваем но если судья сами своими глазами бы увидели убийцу это конечно уже совсем что-то другое это уже сто процентов уверенность также наша религия в нашей недельной главе это синайское откровение которое нам рассказывает что мы еврейский народ очевидцы мы видим мы чувствуем мы общаемся напрямую без никаких посредников и кстати когда моисей великий моисей которыми конечно ему доверяем который сотворил такие великие чудеса которые мы были очевидцами этими чудесами когда моисей приходит и говорит мне всевышний сказал вам передать тору а что значит тору это образ жизни каждого еврея образ жизни народа как мы как народ должны вести себя и не только евреи образ жизни всего человечества как оно должно вести себя потому что творец он сотворил этот мир он прекрасно понимает и знает как должно должен существовать этот мир потому что он создатель и он как создатель дает инструкцию и дает нам советы вы хотите правильно жить в этом мире как жить в этом мире и и когда моисей приходит и говорит вот дается вот это тора мы сказали моисей еврейский народ что мы конечно тебя очень уважаем моисей мы ну хотим это слышать напрямую от бога и тогда происходит под определенная подготовка мы готовимся к этому необыкновенному события которое называется синайское откровение и по нашей традиции мы шестого сивана это праздник шабуот который мы отмечаем у нас произошло вот это синайское откровение которое без никаких посредников буквально все можно сказать миллионы тех евреев которые вышли из египта если мы считаем 600 тысяч мужчин с 20 до 60 лет и присоедините к ним еще женщины детей и стариков и так далее говорит там было пять миллионов мы все были очевидцами вот этому синайскому откровением и все были пророки нам это не кто-то рассказывал и сказал так бог сказал а мы это видели и поэтому это считается основа кстати поэтому ни одна религия современная религия не ислам и не христианство они не отрицают события синайского откровения потому что отрицать это в принципе невозможно можно отрицать что угодно если люди сказали так далее но когда весь народ стоит у подножия горы сина и потом это передается по цепочке с поколение на поколением до наших дней это отрицать невозможно единственное то что они говорят это была истина но всевышний потом сделал какие-то поправки христианские религия говорит были поправки потом всевышний передумал сделал какие-то поправки у мусульман какие-то поправки но это ну они спорят между собой какие поправки были но то что синайское откровение это божественное в общем общение между нами и всевышним то что это истина соглашаются все вот эти современные наши религии это первое наше общение с богом оно очень интересное и она начинается об этом я сегодня хочу поговорить чуть-чуть с десяти речениями 10 речений которые они имеют скажем не с одной стороны 10 речений это часть 613 заповедей поскольку общее количество заповедей у нас 613 которые делятся на заповеди которым повелительные заповеди которые отрицательные заповеди которые связаны с народом личностью каждого и так далее всего 613 заповедей и в эти 613 заповедей конечно включено 10 речений я специально говорю 10 речений и не говорю 10 заповедей как принято у некоторых говорят потому что это неправда что это 10 заповедей потому что если мы посчитаем сколько заповедей в 10 речений там больше чем 10 заповедей там 14 заповедей должно быть 14 заповедей да так но это речение это обращение и вот эти речения как я сказал они конечно же включаются тоже все 613 заповедей но тем не менее они как-то выделены они выделены они выделены двумя аспектами во первых они выделены то что они в торе у нас написаны они были даны нам именно вот в этом синайском откровении да как-то отделенным образом и они выделены еще одним моментом что эти 10 речений были даны нам скрижалах то есть были особые скрижали которые получает моисей и там были высечены вот эти 10 речений то есть вся наша тора она написана на паргаменте она написана паргаменте есть устная тора письменная тора потом комментарий на эту тора которая устно передавалась но есть 10 речений которые были даны нам на камнях на двух скрижалах это тоже нам мы должны задать себе вопрос а в чем действительно это выделяется чем они чем они отличаются от всего остального от всех остальных других 613 заповедей я хочу сказать что в принципе они ничем не отделяются они представители всех 613 заповедей есть правда комментаторы которые приходят и говорят что все 613 заповедей заложены в этих 10 речений есть такие которые так объясняют но я хочу сказать это просто представители и если мы посмотрим просто прочитаем сейчас вот может быть начнем так в общем а потом найдем какие то может быть какие то нюансы если посмотрим в общем какие заповеди у нас есть эти заповеди делятся делятся на две части так принято говорить во первых две части потому что они были даны нам тоже на двух скрижалах двух камней да они были высечены пять с правой стороны и пять с левой стороны и многие многие синагоги и так далее тоже украшаются как будто бы вот этими скрижалами если зайдете в синагоги вы всегда почти всегда можете это увидеть пять справа и пять слева давайте повторим быстренько что у нас за эти заповеди первая заповедь это по-простому мы сейчас говорим потом будем углубляться больше первая заповедь это я бог который вывел тебя из дома рабства из египта вывел тебя я бог то есть это заповедь я бы сказал это вера в творца я бог который вывел тебя из египта это первая заповедь интересно очень что как мы сказали где мы встречаемся с богом все здесь задают вопрос что наша как-то встреча с богом она именно с тем то что я вывел тебя из египта вывел себя с дома рабства интересно многие здесь задают вопрос почему когда всевышний обращается к нам он не говорит нам что-то более глобальное я всевышний который сотворил этот мир я творец всего то что ты видишь вокруг здесь написано я бог который вывел тебя из египта из дома рабства это интересно что здесь всевышний говорит две вещи на что-то глобально для нас всех понимаете не только важно понимаете понять божество как оно что-то вот всевышний сотворил какие-то глобальные вещи тем более в наше время очень важно да и поэтому аннухи всевышний обращается к нам он даже обращается ашер оцей тихо всевышний обращается к нам в единственном числе он говорит каждый еврей у него есть какой-то митраи есть у него какой там митрае как мы говорили какие-то границы какие-то проблемы что не может решать митрае это слово не только территории государство великого государства которые были в те времена при Company это слово не царим это слово границы, которой мы были в этих границах. Мы не могли выйти с этого, с этой философии, с этой культуры. Мы были в рабстве. Мы выходим с этого. Всевышний вывел меня. У меня есть проблемы какие-то. У меня есть нюансы, которые я не... Ну, как я могу решить это? У меня, в семье, на работе. Всевышний говорит, я выведу тебя с этого. Я твой бог. У тебя есть личный контакт с богом, и он тебя выведет. С дома рабства. Это больше психология, которой мы были в рабу. Психологически были в рабу. Мы были рабами, и нам было все нормально. У нас было все шикарно. Чувствовать себя рабом. В Египте мы не чувствовали многие из нас. Откуда я это знаю? Поскольку, когда мы выходили из Египта, 80% из еврейского народа, нашего народа, сказали, лучше остаться там. Нам все нормально. Что от нас хочет Моисей, что он нам голову морочит? Лучше остаться. Мы чувствовали в Египте, как дома. Нормально. Потому что уже наши там прапрадеды, были наши родители, были рабами. И все нормально, мы все никакого там, мы не чувствовали какого-то недостатка. Мы, Всевышний, выводят меня с этого. То есть, это вера в того, что Всевышний Он Мой Бог. Это не то, что что-то такое, прям, знаете, где-то что-то абстрактное. Там, знаете, Он делает какие-то чудеса, творит этот мир, дает какие-то казни очень общие, а Он связан каждый из нас. Это первое. Вера в Бога, я бы сказал, первое. Это первое. Заповедь с правой стороны. Это отношение между нами и между Богом. Второе. Поскольку есть какая-то, опять-таки, какой-то смысл жизни. Когда говорится, что Бог, ты со мной, значит, есть у меня внутри тоже какая-то божественность. А что значит божественность у каждого человека? Это смысл жизни. Как ты живешь правильно в этом мире? Потому что можно прожить всю жизнь без никакого смысла. Можно прожить всю жизнь. Вот это божество, которое находится у тебя, оно дает тебе цель, направление. Так если у тебя есть Бог, так не дай Бог. Вот этот смысл жизни, не меняй на что-то другого. не будет у тебя других богов. Это идолопоклонство, да, я бы сказал таким образом сегодня. Вот это идолопоклонство запрещено, запрещено делать всякие там статуэтки, всякие там изображения и так далее. Я Бог и нету других каких-то богов. Потому что часто человек может сказать, да, Бог это круто, Бог он великий, Бог он могучий, но может быть есть кто-то еще какие-то силы, потому что что такое Бог? На иврите эль это сила, мы говорим элогим, элогим это всесильный, то есть все силы, которые существуют в мире, есть много сил, огонь это сила, армия это сила, деньги это сила, власть это силы, все это силы, но кто источник всех этих силах элогим, он дает в общем возможность всем этим силам как-то выражать себя, как-то что-то делать, а если Всевышний этого не захочет, этого не будет, так мы приходим и говорим нету других богов, то же самое, когда мы приходим и каждое утро, каждое утро вечером говорим это тоже слушай Израиль, что Всевышний он всесильный, он господин этому миру и он один, не подумай, что есть еще какие-то силы, но тоже есть силы, там есть какие-то еще нету, он един, так это тоже так, я бог, это одна первое речение, второе речение, что у бога нету никак, то есть бог он един, у него нету никаких там каких-то еще сил и поэтому запрещено нам любое идолопоклонство, любое уважение к чему-то, да, кстати, когда я прихожу говорю об этом идолопоклонство, да, например, мудрецы говорят нам человек, который разгневается на какого-то человека, человек, который разгневается на кого-то, кто-то ему что-то сделал и он такой прям злой на него, так написано человек, который так ведет себя, он как будто занимается идолопоклонством, какая связь, очень простая, потому что вот тебе какая-то сила, какой-то человек причинил что-то, так ты считаешь, что это он стопроцентно причинил, слушай, ну если Бог не дал бы ему эти силы, он бы не мог себе это причинить, так в конце концов есть в этом, мы сейчас не говорим, что надо с ним целоваться или что-то такое, но в конце концов Всевышний дал ему эти силы, потому что не бывает самостоятельной силы в этом мире, мы не знаем бухгалтерии Всевышний, почему так Всевышний сделал и так далее, но понятно, что когда Хамас напал на еврейский народ и причинил то, что причинил, нельзя забывать, мы не знаем бухгалтерии, конечно, это ужасно, но кто дал эти силы им и почему конечно Всевышний, нету каких-то других сил, потому что только единая сила существует, конечно, мы их должны бить, должны уничтожать, и это тоже Всевышний дал нам такой симан, такой знак, чтобы мы воевали против них и уничтожили, потому что если бы мы еще бы проспали, и если бы они не напали на нас, боже упаси, что могло бы быть, что могло быть на севере, как бы они подготовились по-другому и так далее, может быть, теми ужасными потерями, которые вообще нельзя представить, каждый человек это целый мир, тем не менее, есть, можно увидеть это милость Всевышнего, потому что что было бы, например, через 3-4-5 лет, если бы это все продолжалось, и там все бы они организовались и напали бы за один раз на раз, не дай бог, так есть в этом тоже, но понятно, что есть единая сила, даже в страшных самых событиях мы не должны это забывать, но это не говорит, что мы должны расслабляться, что это вся Всевышний, Всевышний требует от нас правильную реакцию и правильная реакция сейчас воевать с этим злом, это второе. Третье, то, что написано, что поскольку Всевышний он один, нельзя произносить его имя просто так, да, и это тоже у нас очень важно, что мы имя Бога, разные имена Бога, просто так не произносим, почему? Потому что это имя Бога, потому что есть уважение к имени Богу, ты не просто так можешь его произносить, когда хочешь, да, и это одно из заповедей нашей, что тоже приходим мы и говорим, что нельзя произносить, говорить имя Бога, поэтому только мы произносим его, когда мы говорим определенное благословение, которое нам Тора сказала, и которое установили мудрецы, а просто так говорить имя Всевышнего, это один из запретов нашей Торы, говорить имя Всевышнего просто так, это третье, четвертое, четвертое речение, которое написано, это шаббат, шаббат, да, что Всевышний приходит и говорит, что надо шаббат, а что такое шаббат, шаббат, это тоже свидетельство тому, то, что мы соблюдаем, то, что еврей соблюдает субботу, это свидетельство и тому, то, что мы верим, что этот мир не создан случайными какими-то образами, а есть Творец, который за шесть дней сотворил этот мир, все, что в этом мире было творение Всевышнего, нас тогда не было, нас и так далее нету, но мы полностью доверяем Всевышнему, который говорит нам это, и мы говорим, вот соблюдаем субботу, и каждый, кстати, каждую пятницу вечером, когда наступает у нас шаббат, пятницу вечером шаббат уже наступает, мы говорим освящение на вино, так как нам сказал Всевышний, помни день шаббат, мы выполняем заповедь Торы, которое написано вот в этом речении, мы говорим это стоя, это как свидетели дают показания стоя перед судом, когда они дают какое-то показание, мы тоже все стоя, так принято большинство общин, говорим стоя кидуш, вот это освящение, что мы свидетельствуем тому, что Всевышний создал этот мир, есть творец этому миру. Кстати, я хочу сказать вам, что, конечно, шаббат это важное, но именно в десяти речения это написано, поскольку евреи были очевидцами того, то, что Всевышний сотворил, когда вот при казнях в Египте прорасечения моря и так далее, в этом это было доказательство того, что Всевышний он без границ, он все может, поэтому именно шаббат написано тоже здесь, потому что тогда мы были очевидцами, когда мы выходили из Египта, своими глазами все это видели, и, конечно, когда мы видели вот таких вещей, которые-то выходят из рамки природы и границ, все эти казни, все события, которые происходили, и мы верим и доверяем и свидетельствуем тому, то, что Всевышний сотворил этот мир. Это четвертая заповедь, и пятая заповедь, пятое речение, извините меня, пятое речение, это уважение отца и мать, уважение отца и мать. Так, эти пять речений, они связаны с отношениями между нами и между Богом. Сейчас мы четко посмотрим. Обратите внимание, опять-таки, отношения, у нас вообще все 613 заповедей, они связаны, в общем, есть по-простому заповеди, которые у нас между людьми, отношения между людьми, есть отношения с Богом. Так вот это, вера в Бога, это отношения с Богом. Чтобы не было не заниматься и делопоклонством, второе речение, это отношения с Богом. Не произноси имя Всевышнего просто так, это отношения с Богом. И шаббат, это тоже отношения с Богом, потому что я, так же, как и Всевышний, прекратил действия, творения и, в общем, всего создания, то, что он сотворил в шаббат, так же мы и прекращаем, в шаббат мы не работаем, да? Это тоже отношение с Богом и уважение родителей. Интересно очень, и которому тоже, это с правой стороны скрижал, это тоже отношение с Богом. Человек, который не уважает родителей, казалось бы, это самое такое отношение между человеком и человеком, но здесь мы должны будем понять, что все равно уважение родителей, я хочу чуть-чуть объяснить вот эту заповедь, уважение родителей это не только уважать в душе, это не только вот я вас уважаю, это большая ошибка. Есть у нас несколько листов в Талмуде и целые, в общем, параграфы в Шумхана Рух, что значит уважать родителей? Уважать родителей это делать определенные действия, то есть, если родители просят меня, или даже не просят меня, или что-то и так далее, я иду, что-то для них делаю, я готовлю стакан чай для своего отца и для своей мамы, так я в этом выполняю заповедь уважать родителей, я их веду куда-то и так далее, в этом я выполняю уважение к родителям, если я звоню к ним и спрашиваю, как у них дела, они радуются, это считается уважением, то есть, в иудаизме недостаточно уважать это что-то в сердце, да, потом посмотрим, а это то, что касается уважения родителей, это требует действия, и, конечно, когда мы говорим про эти действия, это отношение между человеком, но все равно здесь у нас написано, что уважение родителям это отношение между нами и между Богом, Всевышний сравнил, представляете, сравнил, с этим он показал нам, что так же, как я хочу, чтобы вы уважали меня, и поэтому верили в меня, не занимались веклопоклонством, соблюдали субботу, не говорили мое имя просто так, так же я хочу, чтобы вы уважали родители, то есть Всевышний Ишва сравнил свое уважение с уважениями родителями, и поэтому он написал это, так сейчас это по-простому объясним, потом скажем другое объяснение, с правой стороны скрижали в отношении между нами и между Богом, вторые скрижали с левой стороны, что там у нас написано, там у нас написано «не убивай», несмотря на то, что это очевидно, что мы никого не убиваем, никого не это, это очевидно у нас, но тем не менее это написано у нас в скрижалах, потому что все, что мы делаем, кроме того, что это по-человечески, мы никого не убиваем, потому что мы не убийцы, мы не будем убивать, если нас пытаются убить, так это заповедь наоборот опередить и убить тех террористов, которые пытаются нас убить, но мы это делаем тоже потому, что нам Всевышний сказал «Лё Тирцах», потом «Лё Тин Аф», нельзя прелюбодействовать, прелюбодействие есть разные уровни, что значит прелюбодействие, это именно прелюбодействовать, не дай Бог, замужняя или может быть не замужняя тоже прелюбодействие и в общем это вытекает отсюда очень много всяких запретов семейной чистоты, семейной святости, которая должна быть, потому что человек, у него нет границ в этой связи, то, что касается все, что связано в отношении между мужчиной и женщиной и так далее, так у него пропадает нормальная семейная жизнь, а семейная жизнь для еврейского народа это основа нашего народа, основа нашего народа, народ, он существует, потому что у нас есть семья, семья и еще семья всегда завидовали и смотрели на еврейские семьи как крепость необыкновенная, так вот это должно быть у нас правильно и кошерно, когда человек делится с этим необыкновенной силой, которая называется любовь в семье, и он пытается поделиться это еще с кем-то или как-то и так далее, это, конечно, губит еврейскую семью, поэтому здесь тоже написано ле тин ад, не прелюбодействуй, потом написано не кради, не кради, потом написано ле теане бераха и чакер, нельзя быть лже свидетелем, да, это тоже запрет, который понятный, конечно, нельзя быть лже свидетелем, но тоже здесь написано и ходить и давать какое-то показание лже свидетеля это запрещено, и потом написано ле тахмод, не вожелай, не вожелай чего-то чужого, написано не жены чужого, там и так далее, не его быка, не сосла, все, что принадлежит чужому, нельзя, это не твое, так обратим внимание, вот эти мы перечислили сейчас все, перечислили все 10 речений, и очень интересно, что они очень отличаются, что в отношении между нами и между Богом мы там начали именно в заповеди, которую мы выполняем нашим сознанием, нашими мыслями, да, вера в Бога это в мыслях, конечно же, потом, чтобы не было у тебя других богов, что ты не давал какие-то силы каким-то другим деньгам, деньги это средства, но это не сила, да, от Всевышнего все силы, потому что Всевышний захочет забрать эти деньги, он дает силу этим деньгам, да, и так далее, в общем, не давай силу каким-то сил, даже огонь, огонь, это страшно, оружие, армия, Всевышний дает, я не даю этому силу, я понимаю и верю и не клонюсь, не боготворю какие-то другие силы, это все мысленно, это все мысленно, потом у нас есть заповедь не произноси имя Всевышнего, то есть есть мысли, а потом есть слова, заповедь разговором, интересно, мысли, разговор, а потом шаббат, уважение, шаббат это уже какие-то действия, помни шаббатный день, в субботу у нас есть определенные действия, которые мы должны делать, да, например, мы упомянули делать кедуш, делать трапезы в субботу, да, есть какие-то действия, которые запрещены нам делать в субботу, это действия, и, конечно, уважение родителям, как я объяснял, это тоже не мысливо, мыслить, конечно, тоже мы должны мыслить и уважать родителей, но это не, это не, должно быть действие, что я делаю, так выходит интересно, что в первых скрижале у нас порядок идет из мыслей на потом на речь, заповедь, которую мы выполняем нашу речь и нашим разговором, и потом у нас заповедь, которая уже действует. Интересно, обратите внимание во вторых скрижалах не убивай, не правилюбодействуй, не кради, это заповеди действий, не убивай это действие и так далее, потом не будь лжесвидетелем, разговор, и только потом не выжелай чего-то другого, это уже мысли, ровно наоборот, правда, скрижали, речения начинаются с мыслями и заканчиваются с мыслями, они начинаются с мыслями, с мыслей я бог, это мысль, да, это заповедь веры и заканчивается тоже с мыслями не выжелай, это говорит, что, конечно, все начинается от мыслей человека, человек должен работать над своим сознанием, воспитанием, потому что это приводит потом правильную разговору, правильным действием и так далее, но тем не менее мы видим здесь отличаются вот эти две скрижали от друг от друга по своему, по своим в общем порядку, и этот вопрос задают комментаторы, аравырш в том числе, и он говорит, что интересно, он говорит, что в мире в отношении между нами и между Богом часто у людей, обратите внимание, вокруг, они приходят и говорят, слушай, главное это быть верующий в сердце, верующий в мыслях своих, Всевышний приходит и говорит нам, нет, уважаемые, недостаточно быть верующей только в сердце, а важно, как ты выполняешь это реально своим разговором и какие действия ты делаешь, иудаизм это религия действий, человек не может прийти и сказать, лишь бы я верил, все нормально, все остальное Бог простит, такого не бывает, человек должен действительно верить от этого, потому что это корень всего, но это недостаточно застрять в этой вере только, ты встречаешься с Богом постоянно не только в мыслях и в сознании, ты встречаешься с Богом, когда ты разговариваешь, ты учишь Тору, ты есть речение у тебя, есть действия у тебя, это то, что учит нас первые, первая скрижаль, с левой стороны там ровно наоборот, там действия, потому что в отношении, поскольку вторые скрижали, они уже говорят о отношении между нами между человеком, там принера в народе, как говорят, говорит, слушай, я-то ничего плохого ему не сделал, что ты хочешь, что ты хочешь от меня, что ты плохого что-то ему сделал, приходит к нам Тора и говорит, слушай, не убивай правильно, не пролюбодействуй правильно, не крати правильно, но это недостаточно, тебе недостаточно не делать плохого кому-то, а надо даже разговаривать, и даже не вожелать чего-то плохое, понимаете, что-то требует, человек не может сказать, если я желаю какие-то ужасы для него, все нормально, лишь бы я плохое не сделал, нет, это недостаточно, ты должен говорить о нем хорошо, ты должен желать про него хорошо, и поэтому, поскольку в отношении между нами и между Богом в народе принято думать, что отношение в сознании, в сердце это нормально, Тора приходит и говорит нам это недостаточно, должны быть и разговоры и действия тоже, а в отношении между нами и между человеком во-вторых скрижали, там в народе принято говорить, что лишь бы я плохого никому ничего не сделал, какой он хороший человек плохого ничего не сделал, недостаточно, надо думать и разговаривать по-другому тоже хорошо, это первое, я бы хотел у нас еще несколько минут, я хотел бы сказать вам одну важную вещь, то, что я вот задал вам вопрос, конечно, много чего есть, что здесь есть говорить, но я вам вот обратите внимание уважение родителей, уважение родителей, конечно, это действие, все это, уважать родителей, это тоже в этом, это связано с действиями я еще раз повторюсь, это связано, почему, во-первых, они написаны в этих речениях, да, я сказал, эти речения, они выделяются, но они представители всей Торы, потому что во всей Торы у нас есть заповеди, которые связаны с мыслями, с разговором и с действием, и это вот представители, и вот в начале, когда мы строим отношения между Богом и нашим народом, Всевышний дал нам это как представитель всех остальных заповедей, которые потом постепенно дадутся, это как человек, когда женится, он дает своей жене обычно кольцо, это кольцо, конечно, оно стоит не так много, но с этим он декларирует и говорит, что все, что я тебе дам, все в нашей жизни общее и так далее, оно будет гораздо больше, чем вот это кольцо, которое стоит там несколько сотен долларов или шекелей и так далее. Это начало, и вот это начало, когда Всевышний нам дал вот эти скрижали, это декларирует того, то, что я вам потом дам и вот наше отношение на протяжении всей истории. Так это представители всех наших заповедей. Замечательно. Вернемся к уважению родителей. Как уважение родителей могли бы поставить там другие какие-то заповеди и так далее, конечно, на каждое речение есть объяснение, но я хочу именно прочитать вам уважай родителей. после того, смотрите, смотрите, вера в Бога, вера в Бога, шаббат, я Бог, который вывел себя из Египта, значит, Бог, он не только, как вам сказать, дворец этого мира, он и руководит историей мира, он вывел нас из Египта, он ведет нас святую землю, он занимается историей, политикой, вот это наша традиция, наши корни от этого начинаются, шаббат, который приходит и говорит, мы декларируем, что есть творец в этом мире и так далее. Скажите, пожалуйста, как вот эта история, вот эта вера, она может продолжаться и, слава Богу, она продолжается до уже 3300 лет, с того момента, как мы вышли из Египта и получили, и было вот это Синайское откровение, где у нас гарантия, что это не прекратится, как, что должно быть в мире, что, может быть, это где-то бам, и все закончилось, слава Богу, это не закончилось, ну, какая гарантия, когда мы уважаем предыдущее поколение, потому что то поколение, которое стояло у подножия горы Синай, может представить себе, она будет рассказывать своим сыновьям, а сыновья скажут, это все старомодное, это уже нас неинтересно, это старики нам говорят, это что, у нас совсем другой мир, не будет вот это уважение старшим, они не будут считаться для нас авторитетой, так никакая вера, никакой выход из Египты, никакой творец мира, ничего оно не может передаться, то есть Всевышний именно в 10 речении пишет про уважение родителей, и он говорит, это тоже заповедь, чтобы вы верили в меня, это заповедь, которая связана между нами, между Богом, несмотря на то, что когда мы уважаем родителей, это самая такая яркая заповедь между нами, между человеком, но гарантия тому, то, что вот эта вера, она останется вечная, это когда существует вот эта цепочка, и мы на протяжении многих лет, уважаемые, многих, 3300 лет, были рассеяны по всему миру, наши папы, дедушки, прапрадедушки рассказывали одинаковую историю, и сыновья принимали, сыновья доверяли, сыновья видели авторитетов наших родителей, предыдущих поколения, и также потом эти сыновья, эти дети продолжали передавать, поэтому одна из важнейших вещей, событий у еврейского народа заповедь, это действительно, когда мы сидим за пасхальным столом, рассказываем, каждый день мы учим наших детей, потому что только вот этот личный пример и учение, оно передадут вот эти наши божественные ценности. Спасибо. Если есть вопросы, пожалуйста. Народ, есть вопросы? Ну хорошо, пока народ думает, если можно, маленький вопрос, хорошо? Пожалуйста. Он ну как бы в тему, но не напрямую то, что Раф говорил, но тем не менее это вопрос, который многих как бы волнует и вообще говоря задачивает. Какое может быть одно из объяснений того, действительно очень непонятная вещь. Каким образом Пороша, которая, ну как бы не самое главное, но впечатляющая Пороша, мы только что говорили, что это 10 речений, это Лухо Табрит и так дальше. Почему названо по имени человека, который не иврит? Казалось бы, гораздо более логично было назвать это чем-то соответствующим пафосу, скажем так, этой недельной главы. почему и трон? Наверное, есть разные объяснения, но я вам хочу сказать, я вам хочу сказать, это важно, чтобы мы поняли это. Я это дал намек этому, когда я говорил, но все-таки я хочу сказать, что божественное явление, которое Всевышний дает Тору через еврейский народ, он дает избавление всему человечеству, не только евреям. Не только евреям от этого будет хорошо, когда евреи будут в общем жить по Торе, жить в Израиле по Торе, будет построен бета-микдаш. Понимаете, это все человечество будет избавляться от от этого греха, от этих неправильных ценностей. Это не только личное наше что-то такое между собой, между нами и между Богом. Поэтому эта глава называется Ятро, потому что Ятро действительно был тот не из еврейского народа, но он представитель всех других народов, которые тоже счастливы, может быть, сейчас они еще не все понимают в этом, что такое дарение Торы до еврейского народа. Ну и потрясающе интересно, что нам бы казалось, что естественное движение Ятро, после того, как Моше и все, и он ему предложение дал, то есть как бы он уже внутри темы, но ему остался один шаг сделать до Гиюра, и тем не менее он говорит, ребят, у вас своя дорога, я вас понимаю, я остаюсь на своем месте. Это тоже впечатляет. Тем заповедем он принял. Да, да, да. Вот это важно, это здорово. Да, да. Это прекрасно. Он выполняет ту миссию, которую дал нам все вышли. Очень может быть, что это какое-то послание, которое говорит, что вот это путь для народов мира, вот это путь для народов мира. для всех, для всего человечества. Да. И Троф был прав сто процентов. Окей. Ну, хорошо, замечательно. Спасибо огромное тем, кто будет слушать это в записи. Пожалуйста, внимательно прослушайте, задавайте вопросы либо в комментариях к этому видео, либо в наших чатах. Как угодно мы это донесем до Равдавида. Спасибо огромное. Шавуа тоф, псурот туфот. Всем счастливого и до свидания. Пока-пока. Пока-пока.